Без захватов, без ударов захватов. Окей? No clinch. Так, все готово к началу. Третий поединок сегодняшнего дня. Весовая категория свыше 80 килограммов. Флорен Ковачи против Валерия Безяева. Франция. Париж. С первой нравочкой. Французы, конечно, очень хорошие кикеры. Очень мело используют дистанцию, но, как правило, от Франции выступает очень много представителей Африки, Африканских народов. Здесь мы видим парку врачи. Пока работает с дистанцией, проливает лоу. Французы, проливает лоу. Французы, проливает лоу. Французы, проливает лоу. Валерия Безяева. Поджимает, поджимает Ковачи. Безяев пока работает с дистанцией. Очень быстрый парень для тяжеловеса. Очень здорово. Пока используют свою скорость в этом поединке. Но главное не сгореть. Не сгореть до конца этого боя. Все-таки четыре раунда, если будет нокдаун, то все четыре раунда произойдут. Я вот сейчас нахожусь рядом с французским углом, с французским эскурдантом. Поэтому вы, наверное, слышите, как тренер французов активно призывает своего подопечного идти вперед. Перекринкивая всех и вся здесь. Так, Валерий Безяев пока что вступает в плане мощи ударов. Но при этом выигрывает комбинационно за счет комбинационной работы. Однако, я повторюсь, все эти раунды, они у судьи не считаются, кроме четвертого. Если не будет нокдауна, то, соответственно, только четвертый будет рассчитан. А кто там выиграет, это уже отделит именно этот отрезок. Замечание. 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 Хоть. Хорошая комбинация от Валерия Безяева. Несколько раз он попадает и проваливает. Проваливает великолепно француза. Но вот посмотрите, что делает Флорен Ковач. Просто несколько раз достает соперника. Идет на пролом, что называется, на оппонента. Бросаясь на него, пусть немножко коряво его техника. Но со стороны Валерия Безяева мы видим больше. С точки зрения техники, тем не менее, меньше борьбы позиционной. То есть, он ее просто отдает, отдает пространство сопернику. Стоп! Стоп! Фальт! И за счет этого пока выглядит предпочтительнее Флорен Ковач. Больше ударов хотелось бы видеть от Валерия Безяева. Больше комбинационной работы, чтобы перебивать тем самым удары оппонента. Я вот, если честно, от симпендантов в французу слушал только две команды. Это Домба и что-то еще два слова. К сожалению, не знаю, я француз. И могу вам перевести, что он хотел донести до своего подопечного. Но это же самое слово он произносит в углу сейчас в несколько раз. Наверное, вперед, вперед, вперед. В принципе, Флорен Ковач это и делает. Сомневаюсь, что одно слово означает какую-то комбинационную работу. Посмотрим, что будет дальше. Сентер! Сентер! Второй раунд. Готовы? Готовы? Готовы! Проваливает атаку. Хороший билет поставил Валерий Безяев. Здесь начинается настоящий взрыв. Настоящая работа. Очень неплохо действуют оба бойца. Причем исповедуют разные стили. Валерий Безяев больше такой силовой стиль исповедует Флорен Ковач. А Валерий Безяев комбинационная работа на скорости пытается перебить. И вот здесь по корпусу отлично атакует. Идет вперед сейчас Флорен Ковач. Безяев как в голову, так и в корпус пробивает Ковач. Здорово, здорово действует боец. О, красот! Здорово! Да, правый удар! Здорово! Здорово! Хотелось бы, конечно, увидеть подавляющее преимущество ударов со стороны Валерия Безяева. Но, к сожалению, пока этого нет. Вот здесь неплохо. Неплохо прошел. Безяев отходит назад. Сам попадает боковым. Страсти начинают накаляться. Очень здорово. Здорово пробивает Валерий Безяев. Флорен Ковач. Несколько ударов. Ице-чемпион мира по муай-тай. Флорен Ковач. Лоу-кик в исполнении Флорента Ковача. Но Флорента Ковача наносит всего лишь один удар. Обезяев 3-4. За счет этого, конечно, перебивает. Но что-то мне подсказывает, что бойцы до конца не продержатся. То есть это будет первое досрочное завершение сегодняшних поединков, мне так кажется. Но кто знает, все-таки это только второй раунд. Еще ничего не ясного в этом бою. Пробивает Лоу. Ну да, туда же, туда же, говорит тренер. Флорента Ковача пробивать. Флорент сейчас пробил франт. И тут же мы видим, как Валерий Безяев обработал голову, перевел на голову, перевел на корпус. Да, тяжело-тяжело Безяеву пропускает он лоу-кики. И видно, что это сказывается, уже не может на ногах стоять Безяев. И сейчас Ковача будет это использовать. Пытается отвлечь его внимание ударами руками. Но при этом, конечно же, его задачей будет пробить ноги. Пробить ноги Валерию Безяеву. Что он, собственно, и пытается сделать. Раунд завершен. Да, интересно, если нет, не восстановится за отведенную минуту Валерия Безяеву. Очень тяжелые удары были пропущены ноги. При этом, рано или поздно скажут, что не в третьем раунде. В первую устойчивую компанию, как одного из крупнейших российских вертикально интегрированных производителей нефти и газа, продуктов нефтепереработки и нефтехимии, с обеспечением высокого уровня социальной и экологической ответственности. Друзья, напоминаю, первый этап одной четвертой финала состоится 19 июля. Следите за новостями в наших социальных сетях. Татнефть-арена или ТДА-фальс. Центр! Центр! Третий раунд. Третий раунд поединка Флорен от Кавачи и Валерий Безяев. Валерий Безяев пошел вперед, чтобы сократить дистанцию. Ему ни в коем случае нельзя пропускать лоу-кики. Он это прекрасно понимает, поэтому поднимает переднюю ногу постоянно, чтобы соперник не смог его достать. Иначе хотя бы один раз пробьет. Я думаю, что мало Валерию Безяеву не покажется. Раунд-кик от Кавачи. Он, конечно же, пытается использовать мощь своих ног. Но Валерий Безяев грамотно очень защищается, по крайней мере пока. Однако пропускает из-за этого в дальнюю ногу. И туда тоже тяжело им, тяжело стоять. Кавачи будет нагнетать обстановку, будет пробивать и дальше эти удары. Удар справа проходит от Кавачи. Весь удар в пах. Не спортивно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это удар, друзья. Это нокдаун. Это нокдаун. Валерий Безяев наносит потрясающий по исполнению удар. Боковой справа, точно в голову. Высок, мне показалось, высочный бой. Давайте еще раз просматриваем. Высокого ракурса мы не видим. И это полностью меняет сейчас расклад. Потому что это третий раунд. Если продержится Безяев до конца и сам не упадет, то четвертого раунда здесь не будет. Все будет закончено. Один нокдаун спасет Валерия Безяева. Но мы видим, что пытается сделать Флорен Кавачи. Он пытается достать соперника лоу-киками, чтобы тоже сделать нокдаун и таким образом сравнять счет. Валерию Безяеву крайне тяжело. Он пропускает удары, но ему нужно выстоять. Остается буквально минута, чуть больше до конца этого раунда. И если он продержится, то за счет нокдауна Валерий Безяев одержит победу. Пропускает. Вернее, в Молоков приходится удар в воздух. Удар справа. Попытка от Безяева достать Флорен Кавачи. 40 секунд. Валера, держись, 30 секунд работай. Работай! Несколько ударов от Флорен Кавачи. 20 секунд до конца. Но что Валерий Безяев продержится ли? У нас на головой. Пытался сейчас Кавачи достать ударом справа. Точно в голову соперника Безяев посматривает на время. Несколько ударов сам пытается донести до цели. 8 секунд. Сейчас буквально может Валерий Безяев убегать от соперника. Нет, 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 это не нокдаун. Это не нокдаун. Не нокдаун. Все. Раунд завершен. Валерий Безяев поддержал победу. Браво, Валерий. За счет нокдауна он вырвал, выкрас эту победу буквально. Потрясающий бой. Великолепное сражение двух равных по силе бойцов. За проведенный нокдаун победу в этом поединке одержал боец из России. Валерий Безяев, ваши аплодисменты. Валерий, скажите нам. Казань, всем привет. Мама, папа. Всем спасибо, кто поддерживал. Пацаны с Заканска, с Оликанска. Спасибо большое тренеру Матвееву Сергею Витальевичу и команде Товгаеву. Спасибо, поздравляю.